Друзья, всех приветствую! Сегодня мы поговорим о рынке криптовалют, который заметно оживился под конец апреля. Только за последнюю неделю биткоин прибавил около 30%, восстановившись до 8,5 тысяч. Его текущая рыночная капитализация составляет 161 миллиард долларов. Настроения биткоин-трейдеров явно улучшились в преддверии хеллинга, что подтверждают данные индекса криптофир-энгрид, который держится на уровне 40, в то время как в начале месяца индекс консолидировался вблизи 10. Напомним, что расчет индекса криптофир-энгрид основан на различных факторах, включая владельность рынка, объемы торгов, настроения в соцсетях. Состояние крайнего страха может указывать на то, что цена готовится к обновлению минимума. Текущее же значение сигнализирует об обратном, о высокой вероятности сохранения восстановительной динамики. Есть ли для этого какие-то предпосылки либо триггеры? Да, как минимум это, друзья, предстоящий халвинг, до которого остается 10 дней. Халвинг, или другими словами, уполовинивание, это уменьшение вдвое вознаграждения за майнинг, то есть за добычу биткоинов. Сатоши Накамото программно зложил халвинги в сети биткоина через каждые 210 тысяч блоков, то есть один раз в 4 года. И это правило будет действовать вплоть до 2140 года, когда эмиссия криптовалюты будет закончена. В сети биткоина халвинг проводился дважды, 28 ноября 2012 года, 9 июля 2016 года. Основная задача халвинга – это сдерживать инфляцию биткоина. В отличие от центральных банков, которые могут просто печатать больше наличных денег, количество биткоина пограничено, что делает его больше похожим на золото, чем на обычную валюту. Два первых халвинга сопровождались повышенной волатильностью монет в течение последующих года полутора. А теперь самый интересный вопрос. Как халвинг повлиял на стоимость криптовалюты и что с биткоином может случиться после текущего, следующего халвинга? Итак, друзья, через год после первого халвинга биткоин вырос в 407 раз с 2,5 долларов до 1037. Второй халвинг в истории биткоина произошел в июле 2016 года. Его последствия знают все. За полтора года актив достиг невероятных 20 тысяч долларов. Таким образом, после второго халвинга биткоин вырос в 28,5 раз. По поводу влияния третьего халвинга на цену флагмана крипторынка мнения экспертов разделились. У меня есть своя точка зрения. Если после первого халвинга биткоин вырос в 407 раз, а после второго в 28,5, то разделив 407 на 28,5, мы поймем, что темп каждого нового, следующего за халвингом бычьего ралли падает в 14,2 раза. А значит, если подобная тенденция будет справедливой сейчас, то легко рассчитать, докуда может вырасти биткоин в перспективе ближайших полутора лет. Для этого мы 28,5 делим на 14,2 и получаем коэффициент 2. То есть стоимость биткоина до конца 2021 года вполне может достичь 18 тысяч, либо протестировать тот максимум, который мы уже видели в районе 20-ки. Отмечу, что это довольно скромный прогноз. Криптоэнтузиасты называют совершенно иные горизонты роста в 100, 500, 700 миллион и даже больше. Друзья, добавлю, действительно стоящих финансовых возможностей в жизни бывает не так уж и много. Если вы не хотите упустить нечто подобное, что было с рынком цифровых валют в 2017 году, рекомендую все же присмотреться к покупке крипты. Особенно сейчас, в преддверии очередного халвинга. Кстати говоря, прямо сейчас на самых выгодных условиях купить биткоин можно и в Амаркетс. Большое спасибо за внимание. Всем пока.